На первые дни в Барановичах на полторы часа была вспоминена работа кинотеатра «Кострышник» и перекрытый центр города. На телефон 102 поступило поведомление от кассира кинотеатра об том, что дает подошел мужчина и поведомил, что в доме худка будет выбух. Информация оказалась и лживой на 6, а вот террористу не пошанцевала. Два сеанса в 17.30 и 19.00 в кинотеатре «Кострышник» в этот день не отбылся. Кроме того, была припынена работа десятков гандлевых кропок, размещенных у фоя кинотеатра. Центр города был отшепленный, а автобусы на припынку площадь Ленина не спинялись. Усюгэта на стопство поведомлений об том, что в будинку кинотеатра «Кострышник» будет выбух. Билетный кассир Светлана Хитрык працует тут уже 5 годов. Говорит, за этот час здаралась всякое, але такое в першню. Рабочий день, я на рабочем месте нахожусь. Забегает молодой парень, по-моему, в неадеквате, и громко кричит. Уходите, здесь сейчас будет взрыв, вы ничего не понимаете. Я служил, я все понимаю, уходите. Ни к одной ко мне, к работникам кинотеатра, нашим арендаторам подбегал. Я позвонила, 102. Оперативно сработали службы. С будинка кинотеатра «Кострышник» было эвакуировано коляста человек. Тамара Мисюля уже 8 годов арендует тут помешкание. С 14-го студеня так само была на праце. И запомнить этот день надолго. Просто забежал какой-то человек непонятный такой, шумит, кричит, руками машет, уходите, спасайтесь, взрыв сейчас будет. Ну, администрация сразу же вызвали милицию. И все, нам предложили эвакуироваться. Мы быстренько позакрывали все. Ну, подумали, что просто учения идут. Ну, а потом оказалось, что это не учения. Будинок был отшепленный, проверенный саперами. Проспалторы годины работа кинотеатра «Кострышник» была отновлена. Установлено и особо так званого минера. И, как оказалось, он находился у стане алкогольного опьянения. Оказался молодой парень, 89-го года рождения. Возбуждено уголовное дело в отношении молодого человека, ранее неоднократного судимого, уроженца Дзержинского района. По статье 341, часть 1, максимальное наказание, которое предусматривает до 5 лет лишения свободы. В настоящее время проводится расследование. В дальнейшем уголовное дело при поступлении ущерба, при доказанности виновности данного лица, будет направлено в суд. А кроме того, затриманный мужчина повинен будет оплатить кошт работы усих оперативных службов и шкоду, нанесенную организациям. Алена Громадская, Алиса Григорчук, Юрий Цито, областные новины, Барановичи.